Привет, друзья! На связи Владимир Коваленко и это обучение, это видео в рамках моего обучающего курса по раскрутке твоего канала YouTube и сегодня я вам расскажу, как можно и нужно менять текст для заставки вашего видео. Вообще, я рекомендовал, чтобы вы эту заставку заказали у дизайнеров, специалистов, потому что да, оно качественное, вкуснее смотрится и хочется нажимать. Так, заставка имеет особое важное значение при том, насколько чаще будут ваши видео просматриваться. То есть, это влияет на оптимизацию вашего канала и вашего видео. Поэтому, я вам рекомендовал ее заказать на сайте Quark, 500 рублей и ваш портрет. Итак, как же все-таки менять, когда вам сделали заставку, как поменять текст для ваших будущих, последующих видео. Запускаем мы Photoshop, вот так он улетит, он уже запущен и дальше нам нужно открыть ваш файлик. Это можно сделать через открыть программу, создать и ваш файл должен иметь расширение PSD. Видите, тогда это формат Photoshop и вы его можете редактировать. Открываем, соглашаемся. Теперь, нам нужно добавить некоторый интерфейс, нам нужно поработать со стилями. Если у вас они еще не открыты, тогда это можно сделать через кнопочку «Окно» и здесь выбираем «Слои». Вот, теперь мы видим все слои, которые есть в этой картинке, в этой обложке. И вы точно так же можете, видите, глазик, включать, отключать тот или иной слой. Видите, у меня здесь разные фотки подставлены, я их периодически меняю. Дальше, как же найти видео, вы пролистываете вниз, точнее не видео, а текст, который был напечатан. Текст всегда обозначается буковкой «Т». Видите, буква «Т» это текст, который здесь изображен на этой заставочке. Мы находим буковкой «Т» слой. И здесь, в принципе, видно, что монтаж видео для Movavi. Мы видим, что этот текст также расположен на картинке. Нажимая два раза на буковку «Т», не на название, потому что если мы нажмем на название, то нам нужно придумать свое название, да, там слой этот назвать. А именно на буковку «Т». Тогда мы будем редактировать конкретно этот слой. Нажали буковку «Т», здесь прописываем название другого вашего видео по ключевым словам. и нажимаем «Энтер». Ну, согласится. «Альт-Энтер». Для того, чтобы применить ваши изменения. На макбуке это будет «Комманд-Энтер», на Windows это будет «Альт-Энтер». Дальше. Есть второй слой, мы его пролистываем. Здесь вот, видите, есть. Раз. И точно так же мы здесь меняем. Можно также работать с цветами. Смотрите. Выбрали. Дальше. Вверху есть «Редактирование». И мы здесь можем выбрать цвет. Видите, когда мы сдаем, оно в реальном времени сразу меняется. Оттенки. И так вы можете компоновать, каким образом, какой стиль. Также можно поменять и шрифт. Точно так же вверху это находится. Мы выбираем шрифт. Видите, есть шрифты, которые на английском языке, а есть которые для кириллицы. Те, которые поддерживают кириллицу, у них стоит такая вот буковка «Т». Да, смотрите, мы меняем. Также можно жирность шрифта. Это рядом находится. Здесь. То есть, такими экспериментами вы берете и меняете. Также размер шрифта. Окей. Все. Когда написали, «Альт-Энтер», подтвердили. Когда мы хотим поменять, ну, чтобы не менять конкретно шрифт, размер, подстраиваться, да, нам бывает, ну, лучше всего это сделать другим инструментом. Мы выбираем слой. Ну, например, «Монтаж видео». Да, вы видите, что 2020 залазит как-то. Выбираем «Монтаж слоя». Выделили его в слоях. Нажимаем «Альт-Т». Это означает редактирование. Сразу, видите, появилось в таком вот квадратике. То есть, мы можем теперь менять. Тянуть за уголок и будет меняться. Но для того, чтобы, видите, будут буквы растягиваться. Это не всегда очень красиво. Нам нужно, чтобы оно равномерно растягивалось, сужалось, если нам нужно. Для этого мы выбрали, нажали «Альт-Энтер» и зажимая букву «Шифт», «Шифт», мы теперь тянем. Видите, оно равномерно меняется, пропорционально. Пропорционально изменение шрифта. Все, мы вот так вот подвинули и теперь можем переместить. Переместили. Нажали «Альт-Энтер» и подтвердили. Для того, чтобы можно было передвигать выбранный какой-то слой, мы выбираем, здесь на панели инструментов есть разные виды. Мы выбираем такую стрелочку. Это инструмент перемещения. Также нажимаем на буковку «В», мы можем точно так же его применять. Нажали «В», он сразу у нас выбирается. И все. Теперь, мы видите, можем применять. Но этот слой должен быть выделен вот здесь. Таким образом, мы быстренько меняем ваше название для ролика, название видео на вашей заставочке. И достаточно было заказать одну заставку. И теперь штук 20 видео вы можете, 30, сделать именно в этом стиле. Затем вы можете заказать новую заставочку, обложку для видео. И точно так же в будущем менять. Если будут у вас возникать какие-то вопросы, более серьезные в работе в фотошопе, вы всегда это можете набрать в том же в ютубе. И вам выдаст, как это, что, что делать, куда нажимать, что, зачем. Либо напишите под этим видео, я вам расскажу, если имею в этом конкретную компетенцию. Все, друзья, с вами был Владимир Ковленко. Я, в принципе, вам показал основные моменты по работе с вашей обложкой. Вам не нужно больше куда-то углубляться, для того, чтобы не забивать себе голову. Вот этих знаний вам достаточно для того, чтобы уже в готовой обложке поменять ваши свои тексты, для того, чтобы эту обложку можно было применять к вашим другим видео. На связи был Владимир Ковленко. Пока-пока. До скорых встреч.